дорогие друзья добро пожаловать на мой канал 12 октября мне пришла вчера посылочка как раз ко дню рождения моего сына младшего из тель-авива лидия и леонид спасибо огромное я сейчас открою и покажу больше месяца шла посылками все-таки добралась очень приятно это по моему моя даже коробочка в которой я управляла посылочку клубнями глаксини ухты какая красота мне прислали крема крем для рук ура вот такие вот израильские товары красивые даже две отлично руки мы будем беречь вот такой крем от трещин для ног и тому же подойдет он все время в шлепках летом по ногами для рук и ногтей сарама ой какой приятный запах уже вот такой крем это наверное для лица я посмотрю здесь все не по-русски написано нужно определить еще что-то ой полотенечко красиво спасибо огромная лидия моя подписчица с удовольствием выращивая вот в таком возрасте любит очень глаксини и нам удалось отправить ей она меня решила от благодарить большое большое спасибо тут что это еще это что-то тоже хорошее наверное это парфюм парфюм духи ой я открою обязательно скажу какой это аромат трусарди ну класс донна ой так приятно я успела поболеть немножко эту неделю все голос не восстановился температура насморк ну и вроде бы головная боль немножко я уже восстанавливаюсь конечно у меня событий всяких полно и отправки шли и идут еще до сих пор я отправляю растения спасибо огромное еще раз лидия мне очень очень приятно так обо мне хорошо позаботились буду красивая молодая и вкусно пахнет здорово а Дружецарди Kitchen wood ah D Jade Okay préc co Der Absolutely Died Died oo Marie Ec новый полив не удался мне такая картина не нравится образовывается на фитиле плесень хоть и вода более или менее чистая но это вообще не то для фиалок и запах в комнате появился не очень потому что у меня скорее всего прохладно и не подходит такой полив общий фитильный полив не задался как только похолодало немножко днем было тепло ночью все-таки прохладно где-то градусов 17 поэтому у меня появилась неприятный запах и фитили стали в плесени я все перевела снова на стаканчики промыла всем дно все фитили болеешь не болеешь от цветы не могут без тебя быть оставила все решетки вот они остались потому что в них стаканы устойчиво стоят все хорошо здесь все хорошо с промытыми стаканами нигде нет больше налета так что все полки снова пришлось перебрать дня наверное за 2 я управилась и все снова поставила на полив в емкости и мини тоже снова в емкостях стоят все с ними хорошо и этих этот полив оказался не для меня не для моих условий у кого получается для лето конечно было хорошо и два месяца я с ними провела на этом поливе было замечательно но вот прохлада такому поливу не очень хорошо что я еще вот эту верхнюю полку всю и перевела на этот валит но все равно у меня осталось сетка и там я поставлю что стаканы стояли устойчиво глоксинии растут скоро начнут свести и там и приборки идут и упорки комната здесь немножко не успела расставить они потянулись стриптокарпус и здесь в основном детки и переукорененные растения так большие у меня в другой комнате здесь еще чуть-чуть тут уже все в поперемешку потому что времени немножко не хватает чтобы все это размещать с отправками все равно растения отправляются и заботы и с ними хватает и с отправками со всем на свете ну хорошо переукоренили стриптокарпус и кто-то уже и цветет снова здесь они стоят под тремя лампами но вообще им хорошо на естественном освещении у стриптокарпусов были приключения за эти два года которые мне достались в подарок покажу обязательно я снимала видео весь процесс что может быть от супрафитных грибов которые мне достались в подарок вместе с цветами вот как с ними можно бороться отдельное видео обязательно засниму и с этим поливом тоже покажу что было и как тоже нужно аккуратно все пробовать и какие-то советы применять для себя но обязательно в своих условиях проверять одну вторую полку температуру обязательно для фитильного полива нужна температура вот никогда у меня за 12 лет уже не было на фитиле такой проблемы и не было никогда запаха когда они стояли в отдельных емкостях а вот этот который я попробовала он не подходит для моих условий пока занималась монтажом ролика мне пришла посылочка от елены из новосибирска быстро за добралась за 6 дней леночка решила меня порадовать своими глоксинными фиалками сейчас я открою и покажу как там все добралась хоть и прохладно но мы решили ли нам не отправила а я и отправила посылочку моя пока не добралась еще упаковка в подложку сейчас она позволяет сделать термос для растений чтобы они нигде не замерзли дальше стричь пленка давайте набирать скотчем приклеена малярным свежие листики двух сортов это фиалки дэнрис дво и хума костар такие листики все сейчас оставляю обязательно когда мы достаем из темной коробки нужно чтобы они привыкли к свету к температуре а дальше уже через несколько часов можно будет достать разбирать и можно кого-то посадить листик свежий срез и зимнее утро вот такой хорошо добрался это новый сорт в и марта красивый лист и также мне здесь клубенек еще приклеен и еще один сорт я сейчас распечатал в газетке немножко тяжеловатый сейчас посмотрим что там и здесь синиц ариэль условно это скорее всего елены синиц вот такой уже росток есть здесь два листа укорененных так большом стаканчики корней пока не сильно видно может пересаживала еленом большой стаканчик вот это сейчас нужно будет хотя они были без укрытия просто в салфетке так вот этот лист до поломался поломался немножко ничего его можно снова укоренить если лист надломлен все равно можно его обрезать и на фрагменты порезать на все что угодно вот хорошие два листика и молодые листики дают ростки побыстрее вот такая красота спасибо огромная веночка сейчас там привыкнуть и обязательно посажу получили мы тюльпаны луковица отличная такие взяла в этом году 2 700 3 и 4 личные луковицы в конце октября будем сажать посмотрим по погоде как будет теплый денек потому что все это сажается сырости когда столько воды опилок мешать земли потом снова укоренение и посадка отличная луковица я посмотрела все ящики мы постоянно перемещаем здесь немножко опять ящиков всего по 600 где-то по 500 штук вот отличный не покажу сорта приклеенный вот они бирочки где-то спереди где-то сзади уже не полезу смотреть на тюльпан хороший пришел герань пеларгония вся укоренилась ни одного не пропала уже вот такие корни нужно пересаживать 200 граммовый стакан хотя бы потом можно в 500 перевести чтобы они дальше наращивали корневую конечно у герани всегда желтеет нижняя листва и она отсыхает ее нужно убирать и это ничего страшного кто-то он уже цветет хорошо то есть у всех хорошо пошла корневая вот здесь поменьше тоже они толстенькие сейчас посмотрим кто у нас был вермикулит и что с ними вот тоже все отлично сейчас нужно убрать вермикулит и пересадить в чистый торф я их еще раз опрыскивала фитовермом обязательно так тоже вермикулит вот вся корневая ой насыпала здесь нужно полить уже сегодня так еще одна с вермикулитом вот хорошо корневая запустилась если вы боитесь укоренять в торфе хотя в торпе они тоже отлично укореняются так это староватый черенок и здесь он держится но корней не видно поэтому а вот мне они на дно пошли вот они есть и все хорошо здесь тоже пошли на дно так что нужно пересадить всех это маленький не видно но он крепенький так сейчас посмотрим не крепенький вот один который от старого черенка нужно брать именно где молодое сейчас нужно срезать вот здесь и снова его укоренить хотя у меня уже много получилось поэтому когда уже одеревеневший ствол то такие черенки хуже всего переживаются он ты не погиб но и расти он не будет поэтому там придется переукоренять здесь тоже все хорошо идут дальше здесь смотрим пошли на дно все хорошо отличная герань будет на следующий год на весну хотя уже и такие можно отправить у кого хорошая корневая отличная то у кого тепло можно отправить рози подная красная и вот такая малиновая у меня есть очень много снова забот всего остального так что немножко пробежались по моим не всем владениям там где можно было показала там где сейчас работает сын с галаксиниями не стала уже мешать думал раз работает и это тоже хорошо всем красивых цветов в доме будьте здоровы берегите друг друга и до новых встреч за субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok